В эфире телерадио компания Шевекина, в студии Алексей Коновалов. Здравствуйте! Служба в вооруженных силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Начиная с 1992 года в нашей стране ежегодно осенью и весной проводится День призывника. 22 апреля в стенах Центра культурного развития состоялось очередное торжественное мероприятие. Здравствуйте! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю! Поздравляю вас с Днём призывника! Ура! 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 Проводы земляков на военную службу Вооружённые силы Российской Федерации стало доброй традицией. Ежегодно молодые ребята встают под овеянные славой знамена российской армии. И, конечно, не исключением являются и наши земляки. С приветственным словом к призывникам обратился первый заместитель главы администрации округа Андрей Ноздрачёв. Будет такая, знаете, маленькая жизнь, в которой вы были молодыми и станете опытными. Опытными воинами, опытными людьми, мужчинами. Каждый мужчина должен служить, на мой взгляд. Я служил. Спасибо большое за то, что осознаёте всю необходимость, что не углодняетесь. Оно вам пригодится. Спасибо вам. Ещё раз всех с праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Николаевич выполнил почётную миссию и в память о данном событии вручил подарки будущим защитникам Родины от администрации Шебекинского городского округа. Военная служба – это школа жизни для вчерашних мальчиков. И какой будет эта служба, зачастую зависит от профессионализма людей в военной форме. Служба в армии – это великая школа жизни. Я хотел бы вам пожелать, будущие солдаты, чтобы вы с достоинством прошли эту школу, вернулись домой крепкими, сильными, а самое главное – здоровыми. Помните, что вас здесь ждут и любят. Удачи вам, ребята. Служите честно и достойно. Уже совсем скоро юные призывники будут распределены в разные точки нашей необъятной Родины. Желаем ребятам успешной воинской службы, солдатской дружбы, здоровья и твёрдости духа. И уже по традиции в этот день не обошлось и без концертных номеров. 26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. И спустя 35 лет этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии, не заживающей раной, останется в душе нашего народа. Подвиг, осуществленный ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днём этих героев становится всё меньше. Об их подвиге должны помнить мы все. У памятного знака участникам ликвидации состоялся митинг, посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Митинг открыла заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Анна Михайловна Кочерова. Желаю всем крепчейшего здоровья, благополучия и мирного всем неба на крови. Минутой молчания почтили память жертв чернобыльской трагедии. Участники митинга возложили цветы и венки к памятному знаку. Позже в Центре культурного развития прошла тематическая программа, посвященная памяти участников ликвидации последствий аварии. На мероприятии выступил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов. Вы понимаете, не осознаем всего этого масштаба, того бедствия, в устранении которого вы участвуете. И мне очень понравились слова диктора. Ваша жизнь именно в тот момент разделилась. До и после. И вы знаете, только от нашего муниципалитета принимало участие 250 человек. Сегодня выросло уже новое поколение. И мы имеем только 155 человек живых. 95 человек уже ушло из этой жизни, которая вот именно разделилась до и после. И если позволите, давайте вот сегодня нет ваших однополчан, по-другому никак не назовешь, потому что в мирное время случилась страшная трагедия. Масштабы, которые вы все знаете, как никто другой, которая затронула практически все Черноземье, да, больше, чем Черноземье, и нашу братскую Украину прежде всего. Давайте мы вот минутой молчания отдадим отчасти тем, кого с вами и с нами нет сегодня рядом. Владимир Николаевич вручил благодарности главы администрации Шебекинского городского округа ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Модельный дворец культуры в этот день пригласил к себе участников события на тематический вечер по следам Чернобыля. 26 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах, как день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, как день благодарности людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности, как напоминание об ответственности человечества за судьбу планеты. В минувшую пятницу на стадионе «Химик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления и проведению единого дня выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в едином дне выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в этот день приняли сотрудники органов местного самоуправления бюджетных учреждений города. «Администрация тоже уделяет внимание здоровому образу жизни. Владимир Николаевич поддержал нашу идею. И у нас большое количество людей, которые зарегистрировались в системе, дают нормативы сегодня». Регулярное проведение подобного рода мероприятий – это яркое подтверждение активного участия граждан в жизни Шибекинского городского округа. Важной роли самоуправления не только в развитии края, но и активном привлечении населения к занятиям физической культурой и спортом. «Мы сегодня сдаем нормативы. Это бег, подтягивания на высокоприкладине, рывок гири, метание гранаты, наклоны, отжимания и стрельба из пенетической винтовки». На сегодняшний день комплекс ГТО прочно вошел в жизнь нашего округа и продолжает набирать обороты. «Готовы?» 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 Репертуар коллектива в очередной раз удивлял зрителей своим разнообразием. Каждая хореографическая композиция имела великолепный сюжет, прекрасно подобранную музыку, отличалась блестящей постановкой и исполнением. На мероприятии присутствовали специалисты Белгородского государственного центра народного творчества, которые дали высокую оценку исполнителям и руководителям, тем самым подтвердив народному самодеятельному коллективу Театр танца «Искорки» почетное звание. Поздравляем Надежду Зайцеву, Веру Толиченко, Олесю Дьячук и их воспитанников. Во многом, благодаря творчеству Театра танца «Искорки» жители города научились понимать и любить искусство танца. Здравствуйте! С вами в постоянно действующей рубрике «Слово прокурора» помощник Шебекинского международного прокурора, жильцом Станислав Игоревич. Прокуратура разъясняет право ребенка на обращение за защитой своих прав. Согласно нормам Семейного кодекса российской вибрации, каждый ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями, лицами их заменяющими, а также органам опеки и попечительства, прокурорам и судом. Несовершеннолетние, признанные в соответствии с законом полностью дееспособным, до достижения совершеннолетия имеют право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями обязанности по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении родителями правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и попечительства, а по достижению возраста 14 лет в суд. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города! Хотите преподнести родным и близким необычные подарки? Предлагаем вам воспользоваться светодиодным экраном, расположенным на фасаде Дворца культуры. С помощью большого светодиодного экрана вы получаете возможность преподнести необычные подарки и сюрпризы своим родственникам, друзьям и знакомым. Разместите поздравления с днем рождения, с праздником, оригинально признайтесь в любви или поздравьте босса с уходом на пенсию. Представьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, коллегам или давним знакомым увидеть персональное поздравление именно от вас. Ваши поздравления на светодиодном экране увидят все шебекинцы, а мы всегда рады сотрудничеству. За справками обращаться по адресу улица Московская, 19 или по телефону 542-03. Уважаемые шебекинцы, в Муниципальном Дворце культуры на радость самодеятельным артистам и всем жителям Шебекинского городского округа появилась и уже успешно функционирует профессиональная, оснащенная современной аппаратурой, студия звукозаписи. В совокупности с профессиональным оборудованием и ответственным подходом к работе все это даст качественное звучание и позволит решать самые сложные задачи и воплощать самые дерзкие проекты. Для многих сделать студийную запись очень проблематично. Мы приглашаем всех желающих воспользоваться услугами нашей студии. Здесь имеется высококачественное оборудование для записи вокальных и музыкальных партий инструментов, последующего их сведения и мастеринга композиций. Опытный звукорежиссер с высокими профессиональными навыками Константин Крючков поможет вам качественно сделать аранжировку песни во всех музыкальных жанрах, учитывая при этом современные тенденции музыкального рынка и ваших пожеланий. За консультацией обращайтесь в нашу студию звукозаписи. Подробная информация по телефону 8909-781-3678. Дорогие шибекинцы! Вы подали заявление в ЗАГС, теперь точно известен день и время счастливого мгновения. Мы очень рады за вас и предлагаем основной пакет услуг торжественной регистрации бракосочетания в модельном дворце культуры. Праздничная атмосфера, просторные залы с высокими потолками, колонны, большие окна, дизайнерское оформление. Скользя по паркету, вы будете чувствовать себя королем и королевой на настоящем балу. К услугам любящих сердец. Встреча молодых в нижнем фойе. Проведение регистрации работниками ЗАГС. Сопровождение торжественной церемонии бракосочетания к камерным оркестрам. Живое исполнение величальных песен фольклорным коллективам. Видеосъемка торжественной регистрации брака. Фотосессия молодоженов и гостей по дворцовом интерьере. Уверяем, что вы не будете разочарованы. Ждем вас в стенах модельного дворца культуры. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте. А работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома. И вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин